И о спорте. Алтай-баскет завершает первые подготовительные сборы к новому спортивному сезону. Дмитрий Гладких побывал на одной из заключительных тренировок флагмана алтайского баскетбола. Для Алтай-баскета сборы в Павловске стали первой серьезной подготовкой после прошлого серебряного сезона в третьей суперлиге. Из прошлогоднего состава на тренировки знакомые лица Сергей Лапин, Клим Мускулис, Сергей Перегудов, Илья Ашмаров и Сергей Зинкевич. Остальные ребята – местные воспитанники из дюшора Алтай-баскета и игроки команды детско-юношеской баскетбольной лиги. Да, конечно, доволен. Это первый год, так что вместе с молодыми, с местными ребятами собирают. Я думаю, в принципе, это очень важный сбор такой, втягивающий уже предсезонную подготовку. Поэтому очень доволен. Под конец сборов, конечно, уже чувствуется небольшая усталость, но сейчас, думаю, неделька восстановления и все будет в норме. В течение трех недель игроки работали над физическим состоянием, восстанавливали форму, чередовали занятия в тренажерном зале, на поле и баскетбольной площадке. Тренировки с командой вел перешедший в этом сезоне на тренерскую работу Евгений Горев. К ребятам тут минимум претензий. У них после лета много желания. Даже первые тренировки приходилось их останавливать где-то. Сильно бежали вперед. Доволен. Условия замечательные. То есть проживание, живем. Пятиразовое питание. Просто все здорово. По мнению наставника Алтай-баскета, весь запланированный объем работ команда выполнила. Не помешала даже дождливая погода, которая установилась в регионе в последние две недели. Уже с 15 по 17 сентября Алтай-баскет сыграет в первом официальном турнире сезона в квалификационном этапе Кубка России. В нашей группе помимо АБ выступят Екатеринбургский Уралмаш, Тобольский Нефтехимик и Красноярский Енисей-2. Возможно, болельщик увидит эти команды в Барнауле. Мы заявку уже подали. То, что мы имеем желание и готовность провести этот первый отборочный тур у себя. Руководство в Москве на это отреагировало вполне нормально, потому что они знают, что у нас здесь хороший зал. Приличное количество болельщиков всегда приходит. Нормально мы можем это организовывать. И я думаю, что мы имеем реальные шансы. В этом сезоне состав команды будет сформирован на 90% из своих игроков. Уже на этих сборах вместе со всеми работали воспитанники алтайского баскетбола форвард Павел Мыльников, вернувшийся домой из структуры команды Единой Лиги ВТБ Нижний Новгород, и Антон Борисов, поигравший не только в Алтай-баскете, но и в омской команде БК-17-16 и Тобольском Нефтехимике. Сейчас руководство клуба ведет переговоры по приезжим игрокам на позиции первого и пятого номеров. В стадии решения находится и волнующий всех вопрос, кто же станет главным тренером команды. Сейчас в клубе улаживают все формальности и надеются, что уже скоро смогут назвать имя хед-коуча. В пятницу Алтай-баскет проведет заключительную тренировку павловских сборов. Далее команду ждет недельный перерыв, а уже после него игроки флагмана алтайского баскетбола приступят к занятиям в спортивном зале. Дмитрий Гладких, Алексей Шаульский. Новости.